Всем огромный привет из Киева, меня зовут Оксана. Сегодня я вам расскажу о своей подушечке и о картине Chicken Funkies, которую я вышивала уже давненько. Massaga World, не смейте меня критиковать, ибо, а пофиг. Задник этой подушки был сшит из остатков... А как я скажу, что это мои пижамные штаны? Из остатков изделия, которое было мне очень дорого. Нормально. А пока вы думаете, что же это такое могло быть, я предлагаю вам посмотреть, как я вышивала Chicken Funkies. Самые первые крестики. Так, сейчас я вам покажу, как же мне сложно даются первые крестики на этой работе. А все потому, что это Wix Dive Works красит, и, конечно, они потом не крахмалят. Не то, что конечно, а просто вот я не видела, чтобы был крашеный лен, и потом накрахмаленный заново. Крестики даются катастрофически сложно. Но это только сначала, пока рука не привыкнет. Потом уже, когда я привыкаю не сильно затягивать крестики, потому что здесь очень тонкая грань. Если их не сильно затянуть, они будут болтаться потом. Если сильно затянуть, то будут ужасные просветы, дырки между самими крестиками. Ну и вот, посмотрите, на что это похоже. Здесь вообще кошмар какой-то. Тут уже вверх пошло более-менее нормально. Ну и дальше будет, безусловно, лучше по опыту. Даже в своих многочисленных образцах ткани я не нашла лен такого же цвета. Этот цвет уникален, и благодаря этому цвету эта работа выглядит вот именно фанки. Я обожаю этот стиль вышивки. И считаю, что, конечно, дизайнер знает свое дело. А тем более про ремонт. Вышив до конца свою работу Chicken Funkys, которая принесла мне просто огромное удовольствие, я пошла ее стирать. И знаете что? Я так радовалась этому льну вначале, помните? Когда я его приобрела и рассказывала вам. Потом у меня было некое разочарование в его мягкости, что вы только что слышали. И когда я начала стирать, опустив в еле-веле теплую воду, практически холодную, комнатной температуры, он начал линять. И линял он ярко-красным цветом. Я, испугавшись, конечно же, сразу же выцепила работу и прополоскала ее в холодной воде. Все! Больше я ее не стирала. При глажке, честно признаюсь, у меня было опасение, что желтая курочка очень сильно полиняет, или же бирюзовая какая-нибудь. В общем, что цвета не так изменятся. Но, на счастье, все осталось таким, как и было. Единственное, может быть, это связано с тем, что я видела, как линяет лен, а может быть, просто потому, что действительно я это вижу. Мне кажется, что лен стал немного менее красным. То есть, он потерял свой цвет немножко. Это абсолютно не страшно, так как работой я безумно довольна. Оформила ее без стекла. И висеть она у меня будет, нет, стоять она у меня будет в моем рукодельном уголке, точнее, в полочке, которую я обязательно покажу вам позже. В инстаграм вы могли наблюдать, как мой любимый оформлял данную работу. Он признался, что это было очень сложно. Это было сложнее, чем оформлять даже скелетов, тоже на крашенном линии. Я думаю, потому что лен слишком мягкий, и очень сложно было ее ровно выровнять. И, к сожалению, даже, по-моему, не получилось. Он мне об этом не сказал и показал картину. Я говорю, о, все, супер, мне нравится. Поэтому переделывать я его не заставила, когда позже заметила, что все-таки она оформлена не очень ровно. Подложили мы под эту работку два листа, ну, обычных А4 цветных, красного цвета. Задника здесь не было. Я не знаю, почему не заказал именно задник. То есть, ну, был задник, собственно, но не было картонки, на которую можно было натянуть дополнительно эту работу. Паспарту красная тоже не была заказана, потому что его не было в наличии. Он оформлял в багетке возле офиса. И по моим просьбам подобрал обычную простую черную рамку. Так как именно в такой рамке я и вижу этот дизайн. Пару слов я скажу об этой подушке, как я ее оформляла. Точнее, даже не скажу, наверное, а покажу. Это был кусок флизелина черного цвета, который абсолютно мне был не нужен. Его муж купил случайно. Я попросила белый, он купил черный. Ладно, окей. Он пригодился для этой подушечки. Я флизелином как саму вышивку с изнанки укрепила, так и вот этот атласный кусок моих пижамных штанов бывших. Сзади на подушечке есть комки. Я туда подложила кусочек синтепона ровного, но все равно это не помогло выровнять саму набивку, так как для того, чтобы набить подушку, мне пришлось раздербанить обычную игрушку Доринкину. Ну, не было у меня под рукой специального синтепуха. И, соответственно, мы выбрали ненужное и сделали трепанацию. Субтитры сделал DimaTorzok Эта подушка оформилась довольно-таки быстро. Я ее просто застрочила по периметру, вырезала с помощью ножа и мата необходимый кусок и флизелина, и задника. Все это сострочила. Нашла на YouTube мастер-класс, как делать потайной шов. Зашила сбоку потайным швом это все дело. И прекрасная подушечка получилась. Как Доринка говорит, эта подушка в ее коллекцию, так как она собирается коллекционировать маленькие подушечки. И я даже догадываюсь, кем эти подушечки будут сделаны. Когда я закончила эту работу и постирала вышивку, я увидела, что снова-таки сошел чай, ну, какое-то количество с этой ткани. И, конечно же, при глажке уже не было тех полос зловещих, которые были в первоначальном виде. Сама работа мне очень понравилась. Я никогда не думала, что буду отшивать монохромы. Я так думала только потому, что видела вот эти силуэтные парочки, которые на белой конве. Ужас, я не могу на это смотреть. Поэтому зарекалась такие работы вышивать. Но, когда увидела хэллоуинские, американские вышивки монохром, я просто влюбилась в эти работы. Даже, признаюсь честно, Алиса в Стране Чудес от Body Threads меня абсолютно не впечатляет. Когда смотрю на отшитые работы, мне нравится, красиво, но мне не хочется это вышить. Вот такой монохром немножко, я бы сказала, перенасыщенный, что ли, да, самим монохромом. А эта подушечка, у нее много деталей, очень графичные, очень изящные домики с изгибами. Поэтому она меня очень привлекла. Паутина, та же листики, вкрапления цвета тоже выигрышно смотрятся на таких работах, я считаю. И вообще, хватит болтать, и пора уже прощаться. Поэтому всем огромное спасибо за внимание, за ваши лайки и комментарии. И жду вас в своих следующих роликах. До новых встреч. А следующий ролик о чем будет? Субтитры сделал DimaTorzok